добрый день уважаемые слушатели сегодня мы поговорим о такой важной теме как конфликты в педагогической среде но поскольку вы все в этой среде практически живете потому что у нас часто работа она плавно перетекает какое-то другое время в жизнь то вы знаете что конфликтов педагогической среде немало среда это разнообразная люди там очень эмоционально и поэтому то там то здесь возникают конфликты причем конфликтуют все со всеми и конфликты случаются и детей чем младше дети чем чаще случаются разнообразные конфликты но и чем дети старше тем конфликты может быть их и меньше но не сложнее по разрешению по пониманию конфликтуют учителя и педагоги дошкольных образовательных учреждений между собой огромное количество конфликтов с родителями и мы иногда кажется окружены этими конфликтами которые просто забирают последние силы не дают нормально работать давайте попробуем сделать так чтобы конфликтов вокруг вас в вашей педагогической среде было поменьше и поговорим о конфликтах с научной точки зрения с точки зрения науки конфликтологии которая как раз и занимается тем что он разбирается с конфликтами вообще что такое конфликт это столкновение двух или нескольких сторон у которых есть разнонаправленные собственные интересы вот как раз наука конфликтологии занимается тем что разбирается изучением закономерности этих процессов то есть разбирается с тем как возникают как развиваются как разрешаются и завершаются конфликты ну и сейчас будет немножко научной информации и потом я приведу несколько примеров разных конфликтов и в конце нашего с вами занятия мы попробуем провести небольшую практику и разобрать два реальных школьных конфликтов на практикуме и посмотреть а как это происходит как можно разрешить конфликт если понимать как то нужно делать и так что говорит наука конфликтология она говорит прежде всего о том что у любого участника который вылезают зачем-то в конфликт есть своя цель и цели эти разные есть цели которые мы видим чаще всего и они лежат на поверхности например цель выиграть но другие цели тоже могут быть а мы можем их не замечать итак давайте посмотрим есть цель выиграть если человек понимает что он не сможет выиграть в этом конфликте он будет биться за то чтобы выиграть хоть что-то если не получается выиграть не маленько то он будет биться за то чтобы не проиграть если все равно понимает что проигрывает он может биться за то чтобы проиграть как можно меньше или сохранить лицо ну и как пример представьте себе что у вас есть ученик это ученик подросток, ну там 7, 8, 9 класс, он не сделал контрольную работу, сделал её ужасно, на двойку, и вы начинаете перед всем классом его ругать за это. Вы говорите, что ты оказался не очень умным человеком, что ты наделал очень глупых ошибок, ну и вообще стыдно тебе вот такую контрольную работу делать. И ребёнок влезает с вами в конфликт, причём конфликт ожесточённый, он говорит, что вы не правы, контрольная сложная и так далее, и вроде бы вы говорите правильные вещи, а вас не слушают. Что здесь происходит? Да, совершенно верно, ребёнок хочет сохранить лицо. И если вы понимаете, что его цель в этом конфликте хотя бы сохранить лицо, вы можете сделать по-другому. Вы можете сказать, слушай, ты такой сильный ученик, но вот что-то с тобой случилось, и ты эту контрольную написал на два. Я думаю, что ты сможешь её переписать. Конечно же сможешь переписать. Ты же сильный, умный, я же в тебя верю. И тогда ребёнку не нужно будет биться за то, чтобы сохранить лицо, потому что вы его цель участия в конфликте уже выполнили, и конфликта просто не будет. Вот такой маленький пример, их можно приводить тысячи. Основные виды конфликтов. Это внутриличностные, то есть это те конфликты, которые вспыхивают и гаснут внутри нас, и они тоже бывают достаточно сильными и сложными. Но как пример внутриличностного конфликта, представим себе молодую мамочку, которая сидит с ребёнком, ей нужно выйти на работу, потому что денег в семье не хватает, и карьера под угрозой, и ей нужно остаться с ребёнком, потому что он очень маленький, и хочется остаться с ребёнком. Вот это как пример внутриличностного конфликта. Нужно сделать одно, а хочется совершенно другого. Но мы с вами про внутриличностные конфликты сегодня говорить не будем. А будем говорить про межличностные, то есть когда в конфликте завязаны два человека, про конфликты индивидуума с группой, когда один человек против группы, и про межгрупповой конфликт. Про межгрупповой поговорим особенно много. Причины конфликтов. Тоже, когда мы говорим о причинах конфликтов, то мы начинаем, мы видим часто объективные причины и забываем, что мы все живые люди, и кроме объективных у нас есть ещё и субъективные причины, и вот они там всех разные. Объективные причины, собственно говоря, это всегда одна причина, это недостаток ресурсов. То есть конфликты всегда возникают, когда нужно делить ресурсы. Эти ресурсы могут быть разные. Это может быть делёжка территории, это может быть борьба за игрушки в детском саду, это может быть борьба за внимание родителей, у братьев и сестёр за внимание учителя в младших классах, когда это ещё важно. Это может быть ревность, это может быть борьба, что называется, за электорат, то есть за то, чтобы другие люди считали тебя умным, а другого человека не считали. Это может быть борьба за деньги, ну и за что угодно, но всегда конфликт возникает там, где ресурсов не хватает. Субъективные причины. Это неправильная интерпретация действий другого человека. Это иллюзия игры с нулевой суммой. Вот у детей эта иллюзия, она очень часто распространена, и они считают, искренне считают, что выиграть, это значит, что другой проигрывает. И когда мы показываем много-много разных деловых игр, в которых выиграть, это значит помочь другому, то у них просто возникает культурный шок, и тогда немножко сознание перестраивается. Следующее субъективное. Иллюзия хорошего человека и плохого парня. То есть иллюзия того, что хорошие люди делают хорошие поступки, а плохие люди, они делают только плохие поступки. То есть некое такое чёрное-белое видение мира, которое у нас, к сожалению, тоже бывает. Но есть зеркальная иллюзия, когда мы себя искренне считаем хорошим, а оппонентов считаем плохими. И эта иллюзия, она часто срабатывает как защита, бессознательная, когда мы в какой-то конфликт входим, то мы начинаем оппоненту приписывать какие-то плохие черты, например, жадность, глупость и так далее. Хотя на самом деле он может быть щедрым и умным человеком, просто у нас возник спор за какой-то ресурс, вот мы его и не поделили. Ну и ещё особенности межгрупповых конфликтов, это для вас тоже важно, потому что детки, особенно в школе, особенно в средних классах, они иногда устраивают такие конфликты стенка на стенку, что девчонки, что мальчишки, и разобраться потом сложно. Сложность ещё в том, что межгрупповые конфликты, они очень жестокие, и там агрессия, она не останавливается какими-то моральными соображениями, потому что есть некая такая групповая ответственность. То есть, когда человек в толпе, в группе, то он ответственность за свои решения как бы перекладывает на группу. И когда что-то группа решает, человек ответственность свою не несёт за это, поэтому там могут быть абсолютно жестокие вещи. Вот, а что ещё важно в межгрупповых конфликтах, то, что вот эти конфликты, они обладают таким большим силовым полем, и в него втягиваются другие люди, то есть, увидев конфликтующих, почему-то у других людей возникает бессознательное желание тоже немножко поспорить и примкнуть к какой-то команде. Такой пример, вот, недавно я вела учебный курс, и там был учебный чат. И если в чате вспыхивали какие-то начала конфликта, ну, например, кто-то пишет, я оплатил деньги, и я не получил свой сертификат. Что такое, что за безобразие? Буквально сразу же находится ещё много людей, которых тоже чем-то не устроила организация. Они говорят, да, я тоже оплатил деньги, не получил сертификат. Это ужасно. Участники начинают, что называется, наседать на администрацию. Администрация курсов, она начинает в ответ тоже предъявлять какие-то претензии. Тут уже администрация сбегается в чат, образно говоря, и уже возникает такой некий групповой конфликт. Но слава богу, что в WhatsApp-чате, а не в реальной жизни. Но посмотреть есть на что. Вот. Что ещё? Очень сложно остановить такие конфликты, и есть большая инерция сохранения конфликтной ситуации, даже если её основы угасают, то есть, допустим, у вас дети ругались, конфликтовали, вы конфликт разрешили, детей развели, вроде бы все уже довольны результатом, но всё равно они сохраняют ещё долго принадлежность к той группе, в которой они конфликтовали с другой группой. То есть, ещё делёжка на своих и не своих, она будет достаточно долгая. Об этом говорит психолог Шерифа. В середине 20 века проводили эксперимент «Летний лагерь» и смотрели, как ведут себя ребята. Ребята разделили на команды, и потом эти команды сходились в соревнованиях, соревнованиях по принципу, что чтобы выиграть, нужно, чтобы другая команда проиграла. И ребята в командах через какое-то время начали честно считать своих участников, участников своей команды лучше, умнее, честнее, а участников другой команды глупее, с плохими моральными принципами и так далее. Но и когда команды объединили в одно, ещё инерция очень долго оставалась, то есть, внутри новой объединённой команды всё-таки были два лагеря. И вот эту вот вражду удалось погасить. Обратите внимание, этот приём, он срабатывает часто и в школьных и детсадовских конфликтах. Удалось погасить вражду межгрупповую, когда дали задание, в которое участники и той, и другой группы друг без друга не смогли сделать это задание. То есть, нужно было потрудиться всем, поддерживать друг друга, и вот после этого задания уже отношения между ребятами стали вполне мирными. Дальше. Структура конфликта. В структуре конфликта мы разбираем, что такое предмет конфликта, то есть, по поводу чего происходит конфликт. И это может быть зона конфликта, то есть, предмет конфликта может раздуваться до невероятных размеров. Мы выясняем, кто участвует в конфликте, так называемых конфликтанты, и они тоже могут играть разные роли. Есть подстрекатели, есть нападающие, жертвы, сочувствующие наблюдатели. Причем подстрекатели могут не нападать. Вы среди детей, среди взрослых наверняка знаете таких людей, которые обожают других втравливать в конфликтные ситуации, потом тихонечко сидеть и наблюдать за тем, что происходит. Как могут меняться роли? То есть, сочувствующие могут становиться нападающими, нападать на бывших нападателей. Жертвы тоже могут превращаться в нападающих, а нападающие в жертвы. Наблюдатели могут входить в конфликт на каких-либо ролях. То есть, это вот такое бурлящее месиво конфликта, там не всегда понятно кто, но разобраться надо. Дальше, что нужно смотреть? Это представление стороной ситуации, мотивы. И действия. Действия – это прямо что происходило. Динамика конфликта, то есть, как конфликт затевался, что было вначале до конфликта, потом как столкнулись стороны, из-за чего столкнулись стороны и что привело к началу столкновения. Какое слово и действие? Что может быть конфликтогеном, то есть, тем, что начинает конфликт? Это может быть демонстрация превосходства. Я крутой, а вы не очень. Это может быть проявление агрессии, что так, если ты еще будешь так же плохо стрелять, например, или так плохо бить мячом по воротам, я тебя сам побью. Все, и драка завязалась. Это может быть проявление эгоизма. Ну, например, вот на выездных программах загородных это очень сильно видно, когда один ребенок привык, что все для него, и он что-то лучшее в комнате забирает себе. Он может забрать там тумбочку, настольную лампу себе поближе подвинуть, забрать больше территории для себя, там огородить какую-то территорию, и начинается конфликт, борьба за территорию. Дальше есть эскалация конфликта и кульминация. Кульминация конфликта – это обычно то, что мы уже все равно видим. То есть, если даже конфликт между детями или между взрослыми, он был где-то вне нашего поля зрения, то здесь кульминация конфликта – это какие-то вопли, крики, драки, обращение к вышестоящему начальству, написание жалоб. То есть, это вот как раз та драматическая ситуация, прямо вот как и с сериалом. И в кульминации конфликта стороны понимают, что дальше продолжать страшно, потому что последствия будут уже очень серьезными, ну или кто-то будет побит, или на кого-то напишут жалобу, или кого-то уволят с работы, в зависимости от того, кто в конфликте. И после этого все-таки стороны выходят из конфликта, договариваются, и дальше мы еще рассматриваем, как складывается постконфликтная ситуация. Она никогда не равняется предконфликтной, потому что это будет всегда опытом, это будет совершенно другое что-то, чем бы ни закончился конфликт. По поводу поведения в конфликте. Есть такая модель Томаса Киллмана, который изучал конфликты и вообще степень готовности людей к сотрудничеству. И вообще он выделил несколько моделей поведения людей в ситуации, когда маловато ресурсов и идет какая-то борьба за ресурс. И вот здесь люди себя ведут по-разному, в зависимости от того, что для них важнее. Важнее для них сохранить отношения или для них важнее получить результат. И я на открытом вебинаре, после которого эта запись создается, задавала в чат вопрос, кто был на открытом вебинаре, тот помнит. Я спрашивала, задавала такую детскую задачку. Представьте себе, что у вас день рождения, у вас 8 человек гостей и вы 9, уже поздно вам принесли пиццу, и пицца разрезана на 8 кусочков. Что вы будете делать? И варианты в чате, если вы помните, были разные. Кто-то предлагал, и таких было много, отдать кусочки пиццы гостям и самому походить голодным. Другие люди предлагали все эти кусочки переделить заново так, чтобы каждому досталось чуть-чуть поменьше, но все-таки все, в том числе и именинник, были сытыми. Ну и из детских ответов я привожу примеры, потому что дети гораздо более прямолинейные, гораздо более, не сказать, что эгоистичны, но как бы вот это слово подобрать, но они не испорчены излишним альтруизмом, то есть они о себе, честно говоря, заботятся лучше, чем иногда делаем это мы. Мы иногда о себе совсем не заботимся, что называется. И дети предлагают разные решения. Одно из решений такое, как, например, съесть всю пиццу самому, а гостям сказать, что ничего не привезли. Или съесть свой кусочек, а между гостями устроить жеремьевку, и кто-то один останется без куска пиццы. Или креативные такие решения, что, допустим, пиццу отдать родителям и пойти всем вместе на кухню готовить суши или готовить из того, что есть в холодильнике, еще одну новую пиццу и всем, наконец-то, наестся. Ну и когда мы с ребятами рассуждаем по поводу этой пиццы, выясняется, что в любом из этих решений есть выигрышная и есть проигрышная. Допустим, если отдали пиццу друзьям, а сам человек ходит голодным, выигрыш – это крепкая дружба, а проигрыш – это свой собственный голодный желудок. В результате, когда, допустим, сам наелся, а друзьям ничего не дал, выигрыш – это своя собственная сытость, покушал пиццы, но зато испортил отношения с друзьями, и это плохо. Ну и так далее. Для того, чтобы вам ориентироваться вот в этой модели, я сделала табличку. Смотрите, такая табличка. То есть, здесь мы учитываем в каждом конфликте важность предмета конфликта, баланс сил, необходимость ресурсов, заинтересованность в дальнейших отношениях и стратегию, которую выберет человек. Используя эту табличку, вы сможете предугадывать исходы конфликтов, которые еще не случились или которые только начинаются, и вы сможете понимать, как будут действовать люди. Давайте какой-нибудь пример по табличке приведу. Ну, допустим, есть два человека, да, ну давайте взрослый такой пример. Ну, есть мужчина, есть женщина. Мужчина не заинтересован в совместной жизни, и женщина заинтересована, и она пытается каким-то образом через конфликт уже навести свои правила, устроить свои правила в этих отношениях. Ну, и для нее, смотрите, для нее это очень важно, да, то есть она, ей важны отношения, ей важны отношения, то есть заинтересованность в дальнейших отношениях высокая, смотрим третью строчку. Необходимость ресурсов незначительная, но она чувствует баланс, сил отрицательной, потому что для нее, ну, допустим, она понимает, что этот мужчина сильнее, чем она. Для мужчины все это не важно, и он таким образом будет избегать конфликта, она будет предлагать какие-то свои решения, идти на уступки, и таким образом он будет получать больше привилегий в этом союзе. Вот, если, допустим, для нее важно, чтобы ее правила были главными, вот, и правила важнее, чем эти отношения, тогда она будет устраивать ему разные варианты борьбы, да, тут будут очень конфликтные отношения. Вот, если одинаково важны и отношения с другим человеком, и отношения к себе, тогда человек будет выводить другого на модель сотрудничества, и если другой человек тоже настроен на сотрудничество, то тогда все будет хорошо. Вот, я думаю, что понятно стало, объяснимо. Ну, и еще, если вы будете проводить тренинги с ребятами, еще очень интересная наработка, которая мне очень нравится, это кейс солнечной апельсины, он для отработки навыков переговоров. Это одна из прекраснейших игр, которые вот просто сносят крышу, что называется, да, и переносят на абсолютно другой уровень понимания проблемы. В чем суть? Есть две корпорации, у них заказ на очень жизненно важные лекарства, ни одна из них не может проиграть, потому что если корпорация проигрывает, человечество все не получает лекарства и вымирает. У второй корпорации такая же ситуация, то есть проиграть они не могут, и им всем нужны апельсины, и апельсинов мало. И так спорят и ругаются долго-долго, пока не додумываются, что по условиям игры для одной корпорации нужны корочки, а для другой мякоти апельсинов. Взрослые обычно эту задачку решают минут за 40, а детки минут за 10-15. Ну вот они как-то ближе к жизни, ближе к реальности, при всей своей внешней кажущейся конфликтности, и обычно этот кейс решают очень быстро. Вот для чего я это говорю, мне кажется, и вот мой опыт показывает, что в большинстве конфликтных ситуаций одному нужны корочки, а другому мякоть. И иногда нужно четко проговорить свои мотивы, и тут же найдется какое-то устраивающее всех решение. Немножечко об особенностях школьных конфликтов. Конфликты в среде ребенок-ребенок. Это то, что вы наблюдаете каждый раз в ваших классах или в ваших группах, если дело касается детских садов. Причины конфликтов. Борьба за авторитет, соперничество, обман, сплетни. Это могут быть какие-то нанесенные обиды, это может быть вражда и ревность к любимчикам учителя и воспитатели. Если детский сад, это часто тоже бывает. Это может быть личная неприязнь, это какая-то неразделенная любовь, борьба за мальчика или девочку, борьба за дружбу. И в детском саду, еще добавлю, у деток младшего возраста частая причина конфликтов – это нарушение личной территории друг друга. Они это делают очень часто, чем младше дети, чем чаще. И там конфликт решается иногда кулачками, иногда даже зубками. Способы решения. Смотрите, научить выходить из конфликта самостоятельно и педагог может участвовать в конфликте в качестве модератора, то есть оставаться над конфликтом. Об этом сейчас еще расскажу. Найти причину конфликта, недостаток ресурса, который послужил причиной конфликта, подсказать, как усилить этот ресурс. Очень важно создавать атмосферу доверия и снизить переживания по поводу конфликта. То есть так бывает и все. Почему возникают причины, почему возникают детские конфликты? Но у деток, у маленьких нет готовых моделей поведения в конфликте, то есть они еще не знают, а как себя вести, если вдруг вышел спор. Дальше. Нет четкого понимания границ, то есть что мое, что не мое, тоже не понимают. Зато присутствует пока еще слабый контроль эмоций, и вы видели сами, как быстро у детей вспыхивает ярость. И речь еще не развита, поэтому свои желания деткам передавать еще очень трудно. Как может повести себя педагог в конфликте? Насколько я видела, педагоги иногда занимают разные стратегии. Есть, например, стратегия, что я конфликтов просто не замечаю, то есть если дети конфликтуют, это дело детей, меня это не касается. То есть здесь человек не избегает, вернее, избегает конфликтов или осознанно, ну вот приводя такие доводы, или он неосознанно избегает конфликтов, каким образом? Он их просто честно не видит, пока уже не начнется рукопашное, потому что нет навыка распознавания тонких каких-то эмоций, и когда конфликтная ситуация еще только начинается, то человек не может ее увидеть. Вторая позиция педагога. Все дети дерутся, это нормально. Я с такой позицией сталкивалась, и мы с коллегой тоже конфликтовали по этому поводу, довольно-таки жесткий конфликт получился. Выяснилось, что человек считает, что драки между детьми, вплоть до буллинга, это вообще нормальная история, что особенно между мальчишками, то есть мужские отношения, они построены так, что без драк не обойтись. Ну и где-то в пылу нашего конфликта у нее вышла такая детская обида, что меня в детстве никто не защищал, ну вот пусть они также попробуют без защиты провести свои конфликты. Ну то есть, наверное, не очень хорошо отыгрывать свои детские истории, и честно себе признаться, что нет ресурса на разрешение конфликта, и ресурс этот зарабатывает, каким образом он себе добывается, этот ресурс разрешения конфликта, ну прежде всего отогреть свои собственные эмоции, которые были заморожены, признать, что когда-то где-то с вами обошлись неправильно и небрежно, ну и разрешить себе с этого момента жить по-другому и замечать конфликты детей, и делать так, чтобы у детей этих конфликтов было меньше. Третий вариант – это внешне спокойный класс или группа, они есть в каждом слове, есть педагоги, либо стажисты, либо молодые педагоги, но тоже очень такие жесткие, холодные, типа снежной королевы, и у них очень спокойные классы, очень спокойные классы и группы, в которых вот под этим льдом спокойствия творится много чего не очень хорошего. То есть человек считает, что единственная позиция правильная – это авторитарная, и человек не очень-то умеет управлять конфликтами, поэтому это и не делает, предлагая управлять конфликтами, допустим, самим детям так, чтобы никто ничего об этом не знал. На мой взгляд, правильное отношение к конфликту. Все противоречия должны быть обнаружены и разрешены, педагог занимает позицию над конфликтом, то есть здесь уже мы можем чувствовать свои эмоции, но не должны их проявлять. Мы наблюдатели, мы модераторы. И здесь в детских конфликтах важно давать не просто вот сиюминутное какое-то решение, но и давать готовые схемы поведения, то есть любой детский конфликт – это повод учить детей, как себя вести в конфликте. Ну и очень хорошо, если вы будете замечать очаги напряженности, когда еще конфликт не разросся до кулачного боя, и вы будете гасить эти очаги напряженности, опять-таки собирая детей, и начиная переговоры. Ну и идеальная такая ситуация, к которой мы все, наверное, стремимся. Что такое неконфликтный коллектив? Ну, то есть конфликты, они, конечно, будут всегда, но они в таком коллективе будут нежесткими и очень короткими, очень быстро решаемыми. Первое, что нужно. Дети знают правила и знают, что эти правила действуют для всех в любых обстоятельствах и одинаково. Это запрет на применение силы, запрет на оскорбление, правила круга, то есть любая ситуация, которая не нравится, обсуждается в кругу в ближайшее время, и правила здесь и сейчас. То есть говорим о том, что случилось прямо здесь и сейчас, и не копим багаж из обид. Дальше. И педагог, и дети владеют технологиями разрешения конфликта. Есть готовые сценарии поведения в конфликте, есть поведенческие схемы, то есть как себя вести. Дети способны управлять эмоциями и выражать свои эмоции, и дети могут использовать готовые словесные формулы. Например, например, вот буквально на прошлой неделе мы с 7-8 летками разучивали формулу гнева. Если тебя что-то разозлило, говорю я детям, мы будем делать вот что. Вы честно говорите другому. Слушай, Миша, например, я сейчас на тебя очень злюсь, потому что ты забрал мой листок бумаги, мои карандаши, мою игрушку, еще что-то мне такое сделал. Давай мы попробуем, чтобы больше такие ситуации не повторялись. Вот. Ну и дальше может ребенок пригросить. Если такие ситуации будут повторяться, то я тоже буду забирать твои карандаши, пожалуй, педагогу и так далее. То есть какие-то меры уже будут приняты. Вот. Ребенок злость не накопил, он ее выразил, он про нее рассказал, а когда мы проговариваем свои эмоции, они становятся гораздо менее выраженными, и ребенок разрешил ситуацию, ну и вполне себе возможно, что разрешил много-много ситуаций, которые еще будут складываться. Третье правило неконфликтного коллектива это уважение к индивидуальности, потому что часто конфликты возникают из-за того, что дети не могут контролировать, ну вот как вариант, на одной из моих тренинговых групп были два мальчика, один говорил очень медленно, и это была его особенность, а второй говорил очень быстро. Вот. Ну и представляете, как был устроен диалог между этими двумя детьми. И приходилось немножко контролировать до тех пор, пока они не нашли некий такой общий темп, которым было комфортно и тому и другому. И четвертое условие для неконфликтного коллектива педагог является авторитетом в глазах детей, и к нему дети обращаются для того, чтобы разрешить конфликт. Потому что дети точно знают, что педагог их не будет ругать и писать замечание в дневник родителям, а он честно рассудит о том, что случилось. Конфликт ученик-учитель. Тоже они вспыхивают очень часто, и причины этих конфликтов это требования, чаще всего. Это может быть неравное требование у разных учителей. Как пример, ребенок занимался с одним педагогом, уроки математики вел один педагог, у ребенка были пятерки. Пришел другой педагог, посмотрел, ужаснулся и пошли тройки. Как повод для конфликта, почему меня оценивали раньше так, а теперь по-другому. Дальше. Чрезмерное количество требований к ученику, невыполнимых требований. Непостоянство требований учителя. Это когда один день требуют, второй день забывают про то, что задавали огромную домашнюю работу, отмахиваются и труд ребенка пропадает. Невыполнение требований самим учителем. Ученик считает себя недооцененным. Учитель не может примириться с недостатком ученика или личные качества, какие-то учителя или ученика. То же самое можно про детский сад проговаривать, которые другому человеку явно не нравятся. И какие здесь будут способы решения? Смотрите, в этом конфликте мы тоже остаемся над ситуацией. То есть, мы не ныряем в этот конфликт, мы не становимся его участником, как бы это парадоксально не звучало. мы рассматриваем эту ситуацию как учебную и думаем не о том, как нас оскорбил ребенок, а о том, чему мы можем этого ребенка научить в этой ситуации, ну и научиться самому. Поэтому учитель снижает сначала эмоциональный накал диалога и приводит себя и ребенка следом за собой в спокойное состояние. Сделать это проще, чем вам кажется. смотрите, если мы начинаем говорить тише и медленнее, то другой человек, наш оппонент, наш собеседник моментально заражается нашим спокойствием. И ребенок хочет, не хочет, но он все равно накал страстей своих снизит. Следующее, очень важно поддерживать справедливое отношение ко всем ученикам и очень важно и в детском саду и в школе заранее до того, как вы начали делать какое-то задание давать критерии оценки. То есть человек должен понимать, что его работа будет оценена хорошей, если, например, в детском саду все детальки аппликации приклеены правильно и верно, клей нигде не торчит и листок не поймет. Или в школе, допустим, за диктант, что нету ошибок, есть одна и две по марке, тогда это оценка 5. И вот эти оценки, они одинаковы для всех учеников. Дальше, если конфликт случился, выслушать ребенка и принять во внимание его точку зрения. После этого, то есть вы даете ребенку, как слабому, более слабому участнику конфликта высказаться первым. После этого вы высказываете свою точку зрения, на понятную для ребенка языке и даете возможность получения недостающих ресурсов. Мы большие, мы в этой ситуации взрослые люди, поэтому мы точно найдем эти ресурсы. следующее. Конфликт педагог-родители. Причины здесь могут быть разные. В основном это несоответствие представлений сторон о том, как нужно воспитывать ребенка, то есть это ресурс знаний. Это может быть недовольство родителя методами обучения педагога, это тоже ресурс знаний. Это может быть личная неприязнь, это может быть какое-то субъективное мнение родителя необоснованного занижения оценок ребенку, и это уже я думаю ресурс любви и уважения. Способы решения. Прежде всего открытый равноправный диалог, и чуть-чуть попозже я буду говорить про позиции в диалоге, это диалог из горизонтальной позиции, тоже об этом расскажу сейчас. Это проявление эмпатии, то есть первое, что мы говорим разъяренному родителю, да, я вас понимаю. Это поиск общих целей, поиск конструктивных решений. Поиск конструктивных решений, он очень важен в конфликте, и иногда очень целителен, потому что когда человек выражает свою бурю эмоций, вы все это выслушиваете, а потом говорите, как вы считаете, по вашему мнению, что нам сейчас правильно сделать в этой ситуации. И все, то есть здесь уже от открытого говору, и это очень хорошо. Есть несколько типов родителей, с которыми договариваться очень сложно, и каждому из этих типов хорошо бы найти свой собственный подход. Смотрите, есть родители авторитарного типа, это чаще всего люди, связанные с бизнесом, мамы бывают связанные с бизнесом, и также если среди родителей попадется наш коллега, то он вполне себе может придерживаться к авторитарному типу. То есть родитель, который по профессии педагог, это довольно сложная задачка. У родителей авторитарного типа активная жизненная позиция, они готовы много сделать, они много могут сделать, но самое главное, они всегда отстаивают свою точку зрения, и вам нужно эту точку зрения выслушать, ну и хотя бы принять во внимание. То есть с родителем этого типа спорить, не только бесполезно, но еще и вредно. То есть если вы скажете, что он не прав, он пойдет дальше по инстанции, вы будете доказывать, что это вы не правы. Здесь нужно уметь договариваться. Вот. Для такого человека есть жизненная необходимость подтверждать свою значимость, то есть ему всегда важно знать, что он классный. И вы как педагог, как психолог можете его самооценку поддерживать, поднимать, разговаривать с ним о том, что он классный, он сильный, он молодец, он пример для своих детей. Ну и как с ним договариваться, ему можно давать какие-то сложные задания, которые пойдут на благо вам и на благо его ребенку. Ну вот как вариант ситуации, которая была со мной лично, когда ребенок мой ходил в детский сад. Там у нас было несколько авторитарных мамочек, которые очень хотели себя проявить. И парочка таких мамочек воспитателя сделала то, что не в состоянии было сделать даже заведующий. Они договорились о том, что в детский сад очень быстро протянут новые теплосети и температура в группе будет не плюс 18, а плюс 22 или 25 градусов. Получилось у них идеально, а самое главное, что педагог, воспитатель с ними не конфликтовал и они дружили потом с педагогом на протяжении всей нашей садечной жизни. Следующий тип тревожный. Здесь с этим типом скорее вы будете конфликтовать, потому что такой тип родителей может очень сильно мешать в работе, потому что она или он лезет везде, обращает внимание на мелкие детали и события, интересуется ими и стремится все требования выполнять. Это именно те родители, которые пишут ватсап бесконечно, которые не понимают как сделать задание и так далее. Вот здесь очень важно сразу же с первой встречи разделить ответственность. Ну, допустим, ответственность за выполнение домашнего задания. Вы объясняете на уроке, четко даете домашнее задание, следите, чтобы ребенок записал дневник, ну, а дальше уже ответственность ребенка и его родителей. Ответственность родителей последить, чтобы ребенок делал домашнее задание. Вот и все. какие еще типы родителей бывают, коротко пробежим, они не такие конфликтные, но все равно иногда сильно мешают или раздражают. Есть родители звезды, это очень красивые мамочки или такие очень пасантные папочки, которым важно быть на сцене, быть звездой, чтобы на них обращали внимание, на его ребенка обращали внимание, у них есть инстаграмы, они постоянно там чатятся, они снимают ребенка, одевают его в разные костюмы, ну вот это бесконечная звездность. Ну здесь они прекрасные артисты, поэтому в любых ваших постановках их привлекайте, привлекайте ведущими, бабками, ежками, дедами, морозами, и они с удовольствием эту роль сыграют. Они могут у вас даже устроить разные там творческие праздники в группе или в классе, ну и пусть. Ну и я же мать, я же мать, женщина, которая считает, что ей весь мир должен за то, что она родила ребенка. И здесь тоже хорошо бы честно разделить ответственность, да, то есть показать круг ваших должностных обязанностей и честно сказать, что кроме ваших должностных обязанностей вы ей ничего не должны в этой жизни. Ну и делаем это по возможности мягко. Очень занятый родитель. Вы их не увидите, они будут писать в чат, не ходить ни на какие собрания, ну ничего не делать, ну потому что некогда. Здесь какой вариант развития событий? Им можно давать какие-то очень короткие выполнимые задания и просить, чтобы они их сделали, да, если это действительно нужно. Ну либо додать ребенку в группе или в классе то тепло, ту нежность, которую они лишены. Ну очень занятые родители, чаще всего там невротичные такие фигуры, поэтому мы иногда просто целим ребенка после очень занятых родителей и не лезем в их семейную систему, потому как там нужны другие ресурсы. Вот, то есть чтобы у вас не было конфликтов, то вы заранее на берегу, что называется, вырабатываете новые принципы и формы взаимодействия с родителями. Ну и здесь важны вот какие вещи. Прежде всего ваша честность, открытость и готовность поделиться всей информацией, которая есть. Второе, это ваш собственный стиль отношения с родителями и свою позицию по отношению к родителям и понимание проблем родителей и может быть здорово, если вы найдете возможность их компенсировать. Вот позиции в диалоге бывают вот какие. Бывает позиция сверху вниз, что называется, вертикальная позиция, то есть вы либо большой начальник, мамочка, глава семьи, а другой человек, который с вами разговаривает в позиции ребенка, подчиненного, маленького, вот, либо наоборот, вы в позиции маленького ребенка, а другой человек в позиции взрослого. Вот, и ту, и другую позицию можно использовать, если вам она нужна, но они не основные. Позицию родителя вы можете использовать, если вам нужно, грубо говоря, убедить родителей слушаться вас, подчинить их в какой-то степени. Ну, вот здесь демонстрация того, как можно позицию родителя показать другим собеседникам. Родители посажены на маленькие стульчики, воспитательница над ними возвышается, но если человек смотрит на другого вот так вот снизу вверх, то он бессознательно автоматически заходит в позицию ребёнка. Ну, и плюс какая-то деловая одежда, громкий голос, выражение вы должны, нам нужно, и позиция родителя может сработать. Но помните, что если у вас есть авторитарные родители, против них она вряд ли сработает, скорее вызовет претест. Вторая позиция ребёнка подчинения, её тоже можно использовать точечно, когда вам нужно что-то выбросить, чтобы вам подарили. Ну, у меня уже сил совсем нету, средств никаких нету, этот песок привезли, целую песочницу, а что мне с ним делать, я не знаю, давайте папочки, пожалуйста, пожалуйста, выйдите с лопатками в воскресенье вечером, раскидайте этот песочек. Ну, вот примерно так. Иногда срабатывает. Ну, и конечно, основная позиция наших разговоров с родителями это горизонтальная, то есть, это взгляд глаза в глаза, я высказывание, то есть, я думаю, мне кажется, это круглый стол, то есть, если вы хотите, чтобы у вас были переговоры с родителями, такие, вы не делаете, ну, что называется, лекционный класс, да, когда родительское собрание, вы делаете круглый стол, садитесь вокруг него, ставите чай с печенюшками, и здесь можно бесконечно обсуждать что угодно. Ну, и ассертивный стиль поведения, он тоже пригодится. Ассертивный стиль это когда вы уважаете себя и уважаете своего собеседника. Конфликты педагог-педагог. Какие здесь могут быть причины? Здесь причины, которые обусловлены особенностями отношений, и я бы сказала, что здесь страдает ресурс самооценки, самоуважения. Это могут быть какие-то материальные ресурсы. Ну, необъективное разделение, допустим, кабинеты, одной плохой достался, второй хороший, наполнение группы, нагрузка, премии, дележка игрушек по группам, разделение какой-то аппаратуры, цены по классам, разделение классов, кому какой достанется, ну и так далее. И здесь еще причина может быть внешняя, потому что некоторые руководители стремятся к тому, чтобы люди не дружили. Когда люди дружат между собой, им становится очень тревожно. Ну, тревожно, понятно почему, потому что дружный коллектив, если что-то не то, то он объединится и будет дружить против директора. Вот, поэтому такой руководитель принимает все, чтобы, все меры, чтобы столкнуть между собой педагогов, ну и потом уже оставаться главным и ведущим в этом коллективе, которому не до пустяков, не до обсуждений директора, они там между собой дерутся. Способы решения. Уход от личных взаимоотношений в сторону деловых. В крайнем случае вы можете воспользоваться услугами посредника медиатора, но самое главное медиатор не должен быть сотрудником этой организации. То есть мы, если серьезный конфликт между педагогами в организации, то модератора зовем со стороны. Потому что педагог-психолог, который работает в этой ситуации, он не сможет быть модератором. Даже если он возьмет на себя эту роль, ему потом работать будет очень сложно. То есть у него таких товарищеских и деловых отношений с другими людьми уже не будет. Поэтому это очень важно. Свои конфликты, конфликты своей организации не модерируем. Алгоритм решения конфликтов. Смотрите, алгоритм решения конфликтов какой? Прежде всего, решение принимаем в спокойном состоянии. То есть первое, что нужно сделать, если конфликт возник, это развести стороны как можно дальше друг от друга и дать им успокоиться. Детям мы говорим, воюющим, что вы сейчас успокаиваетесь, пьете водичку и после этого мы садимся в круг разбирать ваш конфликт. Если вы поругались с коллегой или с родителями и это спор уже на повышенных тонах и это уже агрессия, тогда вы прерываете эту агрессию и говорите, я думаю, что в такой ситуации мы не договоримся, давайте сделаем так, мы сейчас успокоимся, потом мы снова сходимся и договариваемся обо всем уже спокойно. Я знаю, что это ужасно сложно сделать в первый раз, но если вы один раз позволите себе так сделать, вам понравится и потом все остальные конфликты вы будете разрешать точно так же. Однажды примите для себя решение, что вы не выясняете отношений на повышенных тонах и не разрешаете кричать на себя. Это очень ценное решение для жизни. После того, как все успокоились, мы проводим анализ конфликта по плану. План будет такой описание участники, баланс сил, зона конфликта, стратегии поведения в конфликте и результат, который мы от этого конфликта, от этой работы в конфликте получаем. Вот, сейчас я предлагаю вам сделать две, одну минутку, две творческие такие работы и мы посмотрим, как можно на самом деле вот по этой схеме разобрать разные конфликты. Но сначала еще одно важное замечание, если у нас межгрупповой конфликт, то есть, если в классе или в группе группа с группой детей перессорилась, то вы их усаживаете не по группам, а в перемешку через одного. То есть, когда они будут сидеть в группе, они будут аккумулировать агрессию и сложно будет модерацию конфликта провести. Ну и все конфликты, они, модерация конфликтов сводится к тому, что мы ищем общую цель, находим ее и понимаем, как той и другой стороне работать на общую цель. И делаем выводы после этого, которые помогут избежать конфликта в дальнейшем. Вот сейчас я предлагаю вам сделать небольшую творческую работу и вместе со мной разобрать два конкретных примера школьных конфликтов, педагогических конфликтов, для того, чтобы было понятно, как мы это делаем. Итак, еще раз, что мы будем делать? Анализируем конфликт по плану описание участники баланс сил, зона конфликта, стратегии поведения и результат. Первый пример. Саша ученик второго класса. Он жалуется психологу на то, что над ним часто издеваются одноклассники. Психолог понимает, что это так, потому что видит синяк под глазом. Занятия в школе Саша посещает редко, так, как часто болеет. Потом становится известно, что особых заболеваний у него нету, пропуски школы, но они случаются просто так без справки. Выясняем, что мама Саши после любой жалобы сына просто оставляет его дома и не отдает его в школу. Также мы узнаем, что в школе он не участвует ни в каких мероприятиях, из-за этого в классе его называют маменьким сыночком, слабаком. Учительница защищает этого ребенка, защищает от конфликтов, он ей постоянно жалуется, в результате он еще и получает прозвище стукач. Давайте попробуем разобраться. Описание мы уже получили и вот сейчас участники конфликта. Участники этого конфликта это сам Саша, его одноклассники, да, причем Саша это жертва конфликта, одноклассники это нападающие, там есть еще мама, которая присоединяется защитой, то есть она нападает на нападающих, еще там есть учительница, которая в ходе конфликта становится жертвой, потому что на нее с одной стороны нападает мама, а с другой школьный психолог, который говорит, что она делает что-то не так. Баланс сил, смотрите, баланс сил в этом конфликте, силой здесь реальной обладает учитель, которому под силу этот конфликт разобрать, да, потому что ну здесь это авторитет и у него есть по его должности право ну детьми руководить и давать ему указания, которые они обязаны выполнять, то есть вроде бы силы у нее. Силы есть у детей, потому что там силы много, потому что они вместе и потому что они готовы отстаивать свою точку зрения. Совсем мало сил у Саши, да, и нету желания этот конфликт каким-то образом решать, поэтому он предпочитает стратегию избегания, да, старается избежать с поля боя. Вот, ну и не очень много сил у мамы, которая выбирает стратегию некого компромисса, да, и не пытается решать эту ситуацию. Стратегии поведения, ну, как я уже сказала, у Саши с мамой это избегание, у учителя эта стратегия может быть не вмешиваться, может быть идти на уступки, она идет на уступки Саше и маме, да, стратегия детей нападает, потому что тут для них в данном случае, во втором случае, очень важно, чтобы внимание учителя делилось честно, чтобы все ребята были оценены по-одинаковому, да, вот, ну, и чтобы никто не мог там отлынивать от уроков вот за просто так, потому что там его мама так сказала. Стратегии поведения рассказала, зона конфликта у нас, понятно, это вот наш класс, ну, и теперь какой результат, чтобы получить результат конфликта, чтобы решить этот конфликт, нам нужно подумать, о чего хотят все стороны, и мы выясняем, что, например, учитель желает, чтобы в его классе было спокойно, это ее желание, дети хотят, чтобы все было по-честному, Саша хочет, чтобы его не обзывали, и мама вместе с Сашей хочет того, чтобы ее ребенка не обзывали. Какой вариант решения мы можем принять? Давайте я обратно ситуацию разверну, чтобы вы ее видели. Как вариант мы можем предложить классу помочь Саше стать таким же сильным, как они? Вот, можем помочь ребятам, кто-то может возьмет над ним шефство, кто-то поможет, кто-то может быть возьмет его в свою команду, и ребятам по-честному говорим, что Саше очень страшно участвовать во всех этих делах, потому что у него не получается. С ребятами можно договориться о том, что у Саши какое-то время будет не получаться, но он все равно будет продолжать идти вперед. С мамой договариваемся о том, чтобы она с одной стороны предприняла все усилия, чтобы сделать ребенка сильнее и физически, и морально, предложить отдать сына в какую-нибудь секцию тренировочную, чтобы он стал сильнее, либо заниматься с ним самому. И дать ребенку возможность преодолевать себя в трудных ситуациях, поддерживать его, говоря, ты сильный, ты умница, ты справишься, я в тебя верю. учителю предложить разработать для всех единое правило, которое будет касаться их других детей и Саши. Эта работа реальная, я ее делала на супервизии с педагогом, и действительно эта работа имела успех. Второй вариант. Есть у нас Вероника Степановна, учительница истории, она недавно закончила курсы повышения квалификации, и она узнала там про интересную методику зачетов и экзаменов. Ученикам можно во время подготовки пользоваться всем, чем угодно. Она решила использовать это на экзаменах и ребята приняли это с восторгом. Ура, ну это же здорово. Ребята сказали другим учителям, а почему вы на своих экзаменах не разрешаете ничем пользоваться. Вот Вероника Степановна разрешает, она молодец, а вы не молодец. И Вероника Степановна стала участником конфликта с другим человеком, с другим учителем, и они спорили о том, кто из них правильнее, кто из них ретроград, то есть кто действует устаревшими методами, кто отстал от жизни, кто из них новатор. И некоторое время они спорили и потом уже перешли на личности и выяснилось, что у этих учителей еще есть какие-то незакрытые проблемы, когда-то одному премию дали, другому не дали. Что сделать в этой ситуации? Опять-таки, если мы посмотрим по тому, что нужно тому и другому человеку, то выясним, что и тому и другому человеку нужно уважение, чтобы их уважали ученики и чтобы их уважали коллеги. Поэтому здесь может быть правильным решением будет то, что каждый педагог вправе на своих экзаменах применять разную политику и просто вот эта зона ответственности педагога. И детям объясняем то же самое, что педагог сам организует экзамен так, как считает нужным. Вот. Ну и допустим можно педагогов попросить поделиться своей точкой зрения друг с другом, почему один считает, что можно разрешать пользоваться, другой считает, что нельзя разрешать пользоваться и может быть будет найдено какое-то компромиссное решение. Вот таким вот образом можно решать разные конфликты в педагогической среде и сейчас пришло время для того, чтобы ответить на ваши вопросы, которые вы задавали в чате. Я отвечу на эти вопросы, а пока можно взять ту информацию, которая есть на слайде. Если нужно, то если нужно будет связаться со мной, то я отвечу на все вопросы. Итак, вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое умение установить раппорт? Раппорт это такая очень тонкая и многослойная вещь, это когда мы в хорошем смысле слова подстраиваемся к своему собеседнику. Здесь мы включаем разные каналы информации, то есть чтобы установить раппорт с ребенком или со взрослым, нужно сесть так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Если детеныш маленький, то мы обычно присаживаемся на корточке или его поднимаем, садим куда-то на возвышение. Глаза на одном уровне, дальше мы подстраиваем, можно подстройку позой сделать, то есть вы принимаете ту же позу, что и собеседник, принимаете позу активного слушания, то есть вы смотрите на него, вы киваете головой, вы переспрашиваете, вы внимательно слушаете о том, что говорит ваш собеседник и через некоторое время вы понимаете, что вы дышите в одном ритме, вы думаете примерно одинаково, то есть вы нашли некую общность и близость и установив рапорт, уже можно входить в некие договоры, переговоры, человек не будет вам перечить, потому что вы таким образом создаете некое общее поле для работы, в котором нету места для конфликта. Второй вопрос очень интересный, как донести до человека его неверную интерпретацию? автору вопроса спасибо Маргарита, спасибо вам огромное за этот вопрос, смотрите в чем дело, для человека его интерпретация верная, здесь скорее будет обратный процесс, как понять вам то, что верного, хорошего, правильного есть в интерпретации другого человека, почему он умный, хороший человек, считает именно так, на какие аргументы он опирается, на что он рассчитывает, вот эти вопросы нужно ему задать, если у вас интерпретация не совпадает, исходите из того, что у вас и у другого человека обе интерпретации верные, просто с разных точек зрения, так, причина конфликта обычно скрыта от конфликтующего или от обоих, как тогда дети могут их сами разрешить, если они не осознают причину, вот здесь мы взрослые нужны, то есть, если дети не понимают причину конфликта, то они его и не решат, ну, или решат какими-то очень жесткими методами, то есть, мы усаживаем детей и начинаем искать причину конфликта вместе, дети ищут, а мы помогаем, вопрос абсолютно правильный, то есть, детям мы поэтому и не всегда могут это сделать. Ещё один чудесный вопрос от Ирины Зайдман. Откуда ребёнок возьмёт ресурс в случае, если он ревнует ровесника к его симпатии? Вопрос скорее психотерапевтический, но я всё равно отвечу, потому что ревность в жизни каждого человека встречается в той или иной степени. Вопрос задан, нужно ответить. Смотрите. Если человек любой большой или маленький и ревнует другого человека, значит он в себе не видит источника любви к себе. То есть ревнующий человек в глубине души считает себя не совсем хорошим, не совсем достойным любви. И здесь ресурс для ребёнка в том, что вы поможете ему повысить его самооценку и по возможности дадите ему эмпатию, любовь, принятие. Здесь возможно ревность угаснет и ребёнок скорее всего найдёт другой симпатию. Про конфликт учитель-учитель я рассказала. У нас часто возникают конфликты, потому что одна из сторон считает, что только она права и не желает слушать оппонента. Мне так удобно, значит так и должно быть. Как такую ситуацию разулюлить? Смотрите, Ольга, ну, во-первых, если человек настроен на борьбу, вот сейчас одну минутку я хочу найти эту табличку нашу и прямо по этой табличке пройдёмся. Вот, смотрите, человек настроен на борьбу, да, то есть то, что, о чём конфликт ему очень важно, у него сил много, да, сил больше, чем у другого человека, необходимость в ресурсах максимальная, а в отношениях он не заинтересован. То есть, его строчка вторая. И вот теперь как быть, нужно смотреть из того, а что вам нужно в этом конфликте. Если вам нужны, допустим, отношения с этим человеком, они для вас важнее, чем предмет конфликта, тогда вы выбираете третью строчку и идёте на уступки. Если вам важны и отношения, и предмет конфликта, тогда вы ищете компромисс. Если же вам предмет конфликта так же важен, то вы, как бы это странно не звучало, но вы выходите тоже на борьбу. Вот. И тогда, если вы выходите на борьбу, тогда вам нужно понять, какие у вас ресурсы будут для этой борьбы, чтобы в ней не проиграть. То есть, здесь тоже вопрос о ресурсах. Если, смотрите, обычно одна сторона начинает слушать другой, когда в этой стороне становится заинтересованной. То есть, вас будут слушать, когда вы для этого человека будете важнее, чем то, за что он борется. у родителей лично неприязнь к педагогу, он пытается настроить других родителей против педагога, провоцирует конфликты по разным поводам. Брать родителя, устраивать встречу в горизонтальной позиции и переводить вопросы в плоскость, что делать. То есть, не как вы ко мне относитесь, мы убираем отсюда эмоции, он может по-разному относиться, что вы хотите, что вам хочется, что вам нужно. Потому что часто вот эти вот непонятные эмоции, неприязни, желания конфликтовать, раздражения, они возникают, когда человек носит в себе какие-то невысказанные желания, но сказать о них он почему-то не может. Не стесняется о них сказать или считает, что это не очень прилично. Так. Ну и вопросы, остальные вопросы уже технические, на все вопросы я ответила. Ну что ж, коллеги, на этом я закончу. На презентации, в которой вам придет, еще будет много-много информации про детский буллинг. Она очень важная. Мы просто не успеваем в течение часа ее рассмотреть, но вы, пожалуйста, почитайте, потому что ситуации буллинга у нас тоже встречаются. Я же сейчас хочу пожелать вам удачи и процветания. До новых встреч и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok